Спасибо огромное. Ну что, я рада приветствовать всех наших участников. Без трудностей не бывает, ничего интересного в жизни, поэтому любые трудности мы преодолеем. И для тех, кто хочет заглянуть в технологии вовлечения, немножечко в курс, который начнется только в декабре, сегодня будет такая возможность. Мы заглянем на некоторые странички курса, но и не оставим вас без полезных идей прямо сегодня, потому что внутри моей презентации есть упражнения, которые требуют вашего активного включения прямо сегодня на вебинаре. Конечно, вы можете остаться зрителем, наблюдателем и просто смотреть за тем, как будут тренироваться другие, но я рекомендую не тратить время зря, а прямо сегодня попробовать начать проектировать сценарии, вовлекающие, в которых есть изюминки, которые будут интересны вашим ученикам, вашим студентам, вашим коллегам, всем тем, с кем вы работаете. Я уверена, что сегодня у нас здесь в чате есть и школьные преподаватели, и библиотекари, и преподаватели вузов, и преподаватели всевозможных таких тренерских центров, которые работают со взрослыми людьми. Если вдруг кого-то я не упомянула, а вы хотите заявить о себе, пишите, пожалуйста, в чате, какие категории слушателей есть у нас сегодня. Ну, а я переключаю на презентацию. И вот в таком режиме я сегодня буду видеть свою презентацию. Не всегда буду видеть чат, но есть Татьяна, и Татьяна мне будет помогать. Я назвала сегодняшнюю нашу встречу впечатляющие курсы, вовлекающие занятия. В чем секрет успеха? И постараюсь поделиться с вами теми секретами, которые используем мы при проектировании разных наших мероприятий. Это будут какие-то принципы, которые мы закладываем в проектирование. И покажу, как рождаются интересные идеи, и о некоторых таких кейсах за последний год расскажу. Включаю прям самые-самые свежие. Ну что, немножко обо мне. Светлана Александровна Протченкова. Я руковожу Педагогическим конструкторским бюро. Я для педагогов создаю всевозможные мотивирующие карточки. Ну, самые такие древние мои карточки, известные людям. Называются «Креативный вызов. Прокачай свой урок». Из недавнего у нас вышли карточки оригинальные занятия, необычные уроки, есть еще продолжение, незабываемые события и те самые впечатляющие курсы. Они все уже представлены в сериях карточек, и мы с ними сегодня поработаем. Я создала для педагогов игру, которая называется «Мария Ивановна теряет профессию». И немножечко в эту игру мы тоже заглянем. Ну, и я автор курса «Технологии вовлечения в обучение» в соавторстве с другими людьми, и о нем тоже сегодня будем говорить. Здесь для вас мои контакты. Если будет желание после нашей сегодняшней встречи задавать вопросы, посоветоваться, принять решение, нужно ли вам идти на курс или не нужно вам идти на курс, да, можете задавать вопросы. И я с удовольствием в любом из каналов связи, представленных с вами, продолжу общение. И то правило, которое мы всегда задействуем на нашей встрече, это правило быть здесь и сейчас. Конечно, можно фоном слушать, но тогда у вас останется просто такое фоновое впечатление. «Я был на вебинаре». Если это цель вашего присутствия, пожалуйста, можно так. Но я рекомендую все идеи, которые будут возникать по ходу нашей сегодняшней встречи. Все те задания, которые я буду давать, выполнять прямо сразу. Мы можем писать в чат, мы можем записывать себе на листочек, но все свои открытия, которые где-то между строк будут происходить, тоже фиксируйте. Потому что, чтобы эти идеи воплощать в жизнь, их нужно каким-то образом зафиксировать. Ну и еще один такой мой принцип. Мы берем из вебинара то, что нам необходимо прямо завтра. То есть сегодня узнал, завтра попробовал. А вещи, которые, может быть, когда-нибудь пригодятся, мы это называем, откладываем в холодильничек или даже в глубокую заморозку. То есть я понимаю, что это интересно, но мне пока это не нужно. Может быть, фиксирую, может быть, не фиксирую, но стараюсь взять то, что мне нужно прямо сейчас. Потому что, к сожалению, ритм жизни нашей сейчас, когда количество обрушивающейся информации на нас, ну, вы знаете, современный человек получает в день столько информации, сколько средневековый получал за всю свою жизнь. И поэтому информация, которую мы сегодня услышали, но она нам не нужна в ближайшее время, к сожалению, забудется. Так устроен наш мозг. Ну, а мы будем говорить о том, как в этом мире, в котором несется с огромной скоростью поток информации, быть заметными, выделяться. И что такое мы можем сделать в наших обучающих курсах, на наших занятиях, чтобы ученики действительно нас запоминали. Давайте начнем. Конечно, можно использовать всевозможные волшебные палочки, но мы понимаем, что магия не в самих вещах, а в отношениях между обыкновенными вещами. И поэтому наша задача с вами – это светить по-особому то, на что нам важно обратить внимание. Светлана Анатольевна, прошу прощения. Это так задумано или презентация не листается у нас, только первый слайд висит? Нет, нет, мы уже очень много слайдов пролистали. Не работает что-то, да? Ага, у нас только первый слайд. Мы сначала подумали, что это может быть... Вот, да, теперь да, видно. А вот так видно? Да, первый слайд сейчас. Я ничего... Сейчас первый, второй. Сейчас второй. Так, а вот так? Ага, коллеги, забираем контакты скриншотом с экрана, пока есть. Видно сейчас? Сейчас второй слайд, да, показывает. Да, а я не понимаю, тогда я листаю. Также ничего абсолютно не меняло. Видимо, что-то все-таки немножко где-то подтормаживает. Ну что, коллеги, продолжаем. Значит, вот этот слайд с контактами. Это наши правила сегодняшней нашей встречи. Вот видно, надеюсь, если что-то не видно. Не говорите, ладно, Татьяна. Нету опять. А вот так? Нету? Нет. Может быть, притормаживает просто демонстрация экрана. Может быть, попробовать слайд-шоу? Давайте попробуем. Да, вот теперь правила появились. А, вот вы в этом, да, вот здесь в структуре просто слайды попробуйте переключать мышкой. То есть просто не двигать в режим показа. Да, да, да. Вот следующий слайд попробуйте мышкой в режиме редакции. Ну что, вот тут правила. И вот у нас поток информации. Да, да, вот так работает. Ага, все нормально идет. Ну, значит, будем сегодня так. Ну и остановились мы вот здесь. Спасибо. Магия не в самих вещах, а в отношениях между обыкновенными вещами. И, конечно, нам важно эти обыкновенные вещи замечать. Поэтому, если мы говорим про онлайн-курсы или про наши обычные занятия, мы всегда думаем о том, как создать такую особую атмосферу, отличающуюся от того, что привычно. И проще всего это делать на слайдах, просто подобрав необычную картинку, соответствующую теме нашего занятия, и погрузиться. Например, вот так год назад в Директ-академии мы отправлялись, когда проектировали занятия как лабиринт. И наша задача была добраться до того самого замка, который мы видим где-то в горах, преодолев тот самый лабиринт, который на этом слайде мы видим. И вот такого рода шаги, они всегда добавляют вот тех самых первых впечатлений, о которых мы сегодня много будем с вами говорить. И снова магия. Магия не более чем искусство сознательно использовать невидимые средства, дабы произвести реальные эффекты. С Мерсет Моэм, да, цитата здесь такая. Но нам магия нужна с вами не только для эффектов, но для вовлечения. И здесь страничка про вовлечение. Конечно, об этом весь наш курс, все встречи, которые будут в рамках курса, мы будем говорить об этом. Но в двух словах сегодня. Если говорить коротко, то вовлечение – это создание условий для появления такой стойкой мотивации. И у вовлечения, как у условий, есть, конечно, и процесс, вовлеченность. Когда наши участники готовы тратить время на встречи с нами, готовы выполнять наши домашние задания, именно потому, что они вовлечены. И вовлечены на всех уровнях. Мы не заставляем участников выполнять какие-то задания, а они хотят это делать сами. Ну а вот кого вовлекать, как вовлекать, куда вовлекать и зачем вовлекать, об этом будем подробно говорить на курсе. И часто мудрецы выдают за магические, самые обычные книги, полные доброй науки, чтобы уберечь их от нескромного любопытства. И такие книги тоже есть в нашей библиотеке. Книги, которые стали настольными во многом. Одна книга, я надеюсь, вам знакома. Книга Дэйва Бёрджеса, которая называется «Обучение как приключение». Если вдруг вы с этой книгой еще не знакомы, очень рекомендую, потому что именно в этой книге есть те крючки, и те приемы, которые, добавив даже в единичном случае в наше занятие, мы уже получим определенные эффекты увлечения. Мы их тоже включаем в наши занятия, и в карточках, которые называются «Креативный вызов», очень многие крючки именно из Дэйва Бёрджеса. Но не только крючки и приемы, но нужна и некая такая философия, на которую мы опираемся. И я бы сказала, у нас два любимых направления при проектировании вовлекающих сценариев. Одно то, что принято называть проектирование образовательного опыта, и второе, что добавили мы не так давно, ну как осознанно добавили не так давно, это было во всех наших сценариях, но проектировать впечатление сознательно мы начали года два, наверное, назад. То есть мы стали это подчеркивать в наших программах, что мы сознательно проектируем впечатление. И для меня впечатление, и фабрика впечатлений, на которую мы часто отправляемся с участниками, отправимся с участниками курса обязательно, фабрика впечатлений связана вот с такими сладкими леденцами откуда-то из детства. Я понимаю, что образ этот может быть у каждого свой, но что бы мы ни творили, для того, чтобы впечатления получились, они должны опираться на какую-то серьезную основу. Мы не можем просто, ну нет, мы можем, конечно, просто создать праздник, но мы немножечко другим с вами занимаемся. Наша основная задача все-таки обучающая. Поэтому, конечно, для того, чтобы создать вовлекающий сценарий, нам всегда нужно определиться с темой. Мы не можем без конкретной темы, без конкретных целей, без конкретных задач проектировать что-то интересное. И здесь буквально несколько приемов из нашего курса. Для тех, кто готов прямо на лету их ловить, ловите. Мы обычно используем при формулировке тем вот такой генератор ассоциаций по QR-коду или по ссылке, которая у нас в конце презентации есть. Его можно найти. И в этот генератор мы запускаем любое слово. Сегодня я вам покажу, как рождалась самая последняя наша программа. Мы запустили в генератор слово «мафия». И вот такие ассоциации выдал нам генератор. И, конечно, на нашей программе, которая называлась «Педагогическая мафия», сегодня несколько примеров из нее будет, были у нас и кланы, были у нас и карты, ну а в целом программа была про игры, про настольные игры. Еще один способ, который мы любим использовать и который я предлагаю прямо сейчас запустить в чате, когда мы придумываем названия наших встреч, наших сценариев и даже наших игр, мы начинаем собирать названия фильмов, в которых больше трех слов. И я предлагаю сейчас прямо в чате написать названия фильмов, в которых больше трех слов. Не важно, какого содержания это фильмы, просто вспоминаются названия, три слова или больше. И пишите смело. Ну, если мы работаем в аудитории, мы пишем написать на листочке пять любимых фильмов. Ну, а в чате мы вас не ограничиваем, пишите смелее, это будет копилка для каждого из вас. Пишите смелее свои фильмы. Я вот сегодня не вижу, что там происходит в чате, но очень надеюсь, что они там появляются. Итак, пять фильмов, в названиях которых больше, чем три слова. Такое условие для того, чтобы получилось интереснее. И у нас там фильмы нашего вебинара прямо собираются в чате. Уверена, что какое-то количество там уже есть. Но если вдруг совсем сложно, вот здесь у меня есть несколько вариантов, которые тоже можно использовать. Однажды в Америке, Алиса в стране чудес, первому жраку приготовиться. Они тоже пополняют нашу копилку. И что мы делаем дальше? Придумывая интересную тему, чтобы сама тема занятия уже вызывала интерес, и нам хотелось заглянуть на это занятие или прийти на это занятие, если оно очное. Нам захотелось записаться на такой курс, да, и вот все эти варианты решения. Что мы делаем? Вот название перед вами, и мы начинаем ключевое слово нашей темы или одно из слов нашей темы вставлять в это название. Ну вот здесь я показала, как рождалось название нашей игры. Иван Васильевич меняет профессию. Как вы понимаете, мы заменили на Мария Ивановна, меняет профессию, ну а потом меняет, превратилась, теряет во время пандемии. Это было гораздо актуальнее. И так родилось название «Мария Ивановна теряет профессию». Попробуйте переделать любой из фильмов, которые вы видите в чате, в название для вашего занятия. И если все получилось, прямо напишите, что получилось у вас. Пусть эти эмоции, эта энергия, которая рождается от таких названий, вдохновляет и вас, и коллег, которые вокруг нас. Пишите, пожалуйста, в чате. Я обязательно потом прочитаю весь чат. К сожалению, сегодня вот технические сбои не позволяют нам двигаться. Итак, вот примерно так. Три шага у меня. Но чаще всего хватает двух. Мария Ивановна меняет профессию. Вполне бы название меня тоже устроило, если бы это было чуть раньше. Ну и вот, что у моих ребят получилось. Алиса в библиотеке. Спрячь робота в холодильник. И первому химику приготовиться. Вот такие варианты названий предлагают ребята. Татьяна, если есть там что-то в чате интересное, хотя бы там одно-два названия, если можно вслух. Если что-то написали, коллеги. Ой, здесь много интересного. Прошу прощения, сейчас я со звуком разберусь. Здесь много интересного. Во-первых, у меня у самой было место встречи «Изменить нельзя». Получилось место библиографической ссылки «Изменить нельзя». Отлично. Ваше название. У нас было «Москва слезам не верит». «Три орешка для Чайковского». А если это дидактика? Видимо, если это любовь была, да. «Три приема для преподавателей». А барбос в гостях у Губика. Это, наверное, к первому варианту. «Вечное метание уставшего разума». Так, коллеги, давайте еще, пока я здесь в эфире. Спасибо. На самом деле, даже вот этих названий, которые сейчас прозвучали, достаточно, чтобы почувствовать вот эту энергетику этих названий. Такие названия всегда заряжают на успех. Как они работают? С одной стороны, есть эффект узнавания, что-то знакомое в этих названиях. Мы где-то когда-то слышали или видели на афише. Кстати, можно использовать также и название книг, ну, из классики, да, которую все знают. О, Светлана Анатольевна, прошу прощения. Интересная у нас еще появилась. «Неоконченная пьеса для продаж». Интригует. Супер. Интригует. Да, супер. То есть, с одной стороны, узнаваемость, а с другой стороны, эффект новизны, что-то новенькое. И вот этот триггер срабатывает. Нам хочется посмотреть, а почему это вдруг знакомое стало не совсем, не совсем знакомым, извините. Есть еще версия. Ребята, когда мы им дали такое же задание, выдали нам вот такие афиши. То есть, они решили не идти только за словами. Они переделали названия, ну, и добавили к ним афиши. Причем, используя реальные афиши от этих фильмов. Но, видите, и там, и там добавился у нас пластиковый мусор. И вот такие визуальные картинки мы тоже можем делать. Я до конца не знаю насчет авторских прав. Вот здесь нужно проконсультироваться с юристом, когда мы используем реальные изображения. Но если мы это делаем для себя, для подзарядки вот именно креативной, то, конечно, такие разминки дают вдохновение. И название, которое мы придумали сами, нам всегда хочется воплощать. Но это был первый шаг. Мы, конечно, в курсе будем тренироваться. Но темы и названия мало для того, чтобы создать вовлекающий сценарий. Хотя, безусловно, цепляющее название – это одна из составляющих успеха. Помните в нашем названии сегодня «В чем секрет успеха?»? Записывайте. Один из секретов – это вкусное, необычное название. Конечно, цель. И с целью мы всегда предпочитаем не мудрить, а использовать созданный инструмент, который называется «Конструктор цели обучения». Если вы вдруг с ним не знакомы, то тоже у вас есть QR-код или запишите название «Конструктор цели обучения». И это конструктор, в котором вы, пройдя по всем уровням, вы видите здесь у меня в серединке такая полосочка, уровни целей, содержание, ресурсы, результат группы. Каждый раз вы в подборке, вот в данном случае на странице у меня глаголы, выбираете глаголы или те ресурсы, которые вам нужны, или как вы хотите, чтобы выглядел результат. И в результате вот в этой серой рамочке, которая наверху, у вас получится ваша цель. У меня получилось, студенты смогут сравнить несколько точек зрения на проблему. Проблему надо добавить. Используя библиотеку, представить результат в виде таблицы, работая в группе подбора. То есть этот конструктор позволяет нам сфокусироваться на том, что же мы на самом деле хотим, и расставить некие приоритеты. Конечно, таких целей у нас даже на одном занятии может быть несколько, но для каждой из этих целей мы тогда снова запускаем конструктор. То есть у вас может быть на занятии там три цели, да, три цели. То есть кто-то говорит, что в таком виде цели ближе к задачам, но мы не будем спорить о терминологии, мы будем говорить об удобстве. Этот конструктор позволяет нам четко увидеть, что я хочу, от чего к чему я иду, и избавиться от лишнего, которое, возможно, мне хочется продемонстрировать моим ученикам, студентам. Я люблю разные сервисы, интернет-сервисы, но если они не работают на цель, то они лишние, их нужно убирать. Ну и третий важный шаг, прежде чем мы перейдем к проектированию впечатлений, это определение целевой аудитории. Я уверена, что вы работаете с разными целевыми аудиториями, но когда мы создаем сценарий, то у нас в любом случае есть конкретная целевая аудитория. Если вы хотите создать занятие для всех или курс для всех, то он, к сожалению, обречен на неудачу. Не бывает аудитории все. Всегда есть какие-то особенности у каждой нашей аудитории. Да, есть аудитория, которая просто все, кто придут к нам на занятия, потому что они наши студенты, например. Но среди этих студентов все равно есть конкретные представители. Да, они разные. Но нам важно думать о том, что они унесут с собой, с нашего занятия. Ну вот у Марии Ивановны вот такие разные ученики. И принцип, который мы с Марией Ивановной используем, проектируя сценарии, это минута славы для каждого из учеников на уроке или одно занятие в течение учебного года для одного ученика. То есть мы выбираем самых трудных учеников, и Мария Ивановна для этого ученика проектирует свое занятие. Потом выбирает следующего. И вот так, проектируя под потребности, под страхи, под какие-то особенности конкретных учеников занятия, мы получаем живые занятия, которые точно удовлетворяют потребности хотя бы одного нашего ученика. Ну а, как правило, эти потребности есть и у других учеников. Просто у кого-то они особенно ярко выражены. И мы приступаем непосредственно к проектированию занятий. Наш способ во всех наших играх, независимо от того, что именно мы проектируем, мы всегда начинаем с ассоциаций. Сила ассоциации, так же, как и сила афиши, до которой мы только что запускали, она наполняет нас энергией, дает нам те силы, которые позволяют креативить и придумывать интересные идеи. Потому что как только мы начинаем придумывать идеи из ассоциаций, мы сразу же выходим за какие-то свои привычные рамки, стереотипы, шаблоны и видим новое, казалось бы, в привычном. Давайте попробуем прямо сейчас. Итак, я из мешочка вытаскиваю для начала нам, мы обещали про оригинальные занятия и про курсы. Начнем с занятий. Как вы понимаете, принцип этот же можно использовать и для целого курса. И чаще всего мы сначала придумываем одно занятие, а потом оно перерастает в серию и превращается в курс. Хотя бывает и по-другому, чуть позже об этом расскажу. Я вытаскиваю карточку занятия как и у меня сегодня на экране для вас занятия как лаборатория. Первый шаг, который мы делаем в чате или у себя на листочке все возможные ассоциации к слову лаборатория. Первый шаг, ну хотя бы 2-3 ассоциации каждый из вас для себя определяет. Представьте, что вам надо провести занятие как лаборатория и что из этого получится. 2-3 ассоциации. Ассоциации уже пошли. Занятие как опыты, занятие как проект. У меня занятие... Первое слово, которое пришло в голову, не размышляясь, занятие как облако. Да, ну это вы сочиняете занятие как, а я прошу все-таки ближе к лаборатории. Мы все сейчас проектируем с вами занятие как лаборатория. Вот у нас идет как эксперимент, как... А, ну как приключение, как сказка. Коллеги, это вы не, 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 за мной не идите. Да, мы по-прежнему в лаборатории, и мы думаем о том, как создать атмосферу этой лаборатории. Неожиданный результат. Какой реквизит. Колбы. Да, какой реквизит принести с собой. Давайте подумаем, что появится. Вот, ну, у меня моя картинка мира здесь перед вами. Я уверена, что без каких-то пробирок не обойдется занятие как лаборатория. Даже если у меня гуманитарный предмет, я придумаю, что разместить в эту лабораторию, чем наполнить эти пробирки. Вещества. Это могут быть. Вещества. У нас появились специальные условия. Пар, инновация, колбы были, да. Колбы, да. Колбы, пробирки. Компоненты. И некое такое загадочное содержание. Вот почему-то на всех фотографиях в лаборатории, в пробирках всегда яркие цветные жидкости. Но кто помнит химию, даже из школьного курса, помните, что чаще всего жидкости практически бесцветные. Одно и то же, но выглядит одинаково. Но красота, да, цвет создает красоту, яркость добавляет и позволяет нам творить. Когда я вчера вытащила эту карточку с лаборатории для вас, чтобы поместить ее на презентацию, я сразу вспомнила один проект. Ну, не на правах рекламы, а просто вот если у кого-то есть идеи, да, создание занятия в виде лаборатории, обратите внимание на проект, он называется «Умная Москва», и там у них есть раздел «Наука на дом». Мы в прошлом году с девочками во время пандемии столкнулись с этим проектом, и суть в чем? Ты покупаешь коробку, там серия коробок, тебе привозят эти пробирки и всевозможные химические вещества домой, а в назначенный день и час ты открываешь коробку, ну, там есть инструкция, как расставить все эти пробирки, что где, и открываешь по QR-коду и паролю приложение, и в этом приложении начинается интерактивная история, настоящий квест, и пробирки – это не просто как набор юного химика, когда ты вот по инструкции проводишь, а у тебя действительно настоящее расследование. Там разные есть темы, вот химический именно детектив, медицинская, там постановка диагноза и так далее. И вот здесь несколько скриншотов прям с сайта я сделала. Вот у нас действующие лица, здесь есть и великие ученые, и какие-то там исследователи, и хранители определенных тайн, ну, в зависимости от квеста, где-то у нас есть там пациент, где-то у нас есть преступник, где-то у нас есть кто-то еще. И дальше на каждом шаге нам рассказывают историю, в которой что-то произошло, дают, ну, детективы улики, где-то в другом месте нам дают, например, данные пациента, там его температуру, еще что-то, и предлагают провести анализ крови. Или нам дают его отпечаток пальца, и мы должны дактилоскопию провести, используя те химические вещества, да, которые у нас есть. То есть каждый опыт – это не просто ради того, чтобы мы познакомились с неким явлением, а это целая история, и ребенок чувствует себя героем этой истории. Вот это еще один секрет успеха, когда мы делаем наших участников соучастниками того, что происходит. Нет, они не преступники, да, не соучастники, но они сами принимают решения на разных этапах. Поэтому, если не знакомы с этим проектом, и если даже ваш предмет не имеет никакого отношения к физике, к химии, да, или к медицине, загляните, посмотрите, у них на сайте есть вот эти вот скриншоты, да, всех этих историй, и вы точно найдете для себя идеи, что взять в свой курс, что взять в свое занятие, но как минимум у вас должен быть некий герой, или ваш участник курса или занятия становится таким героем и творит вместе с вами. Ну, а мы в курсе по технологиям вовлечения обычно проектируем эту траекторию, используя драйверы вовлечения или инструмент, который называется Octalis. Автор этого инструмента Юкачоу, и это про восемь драйверов вовлечения, которые должны быть в любом из сценарий. Мы с ними знакомимся в курсе, и в игре про Марию Ивановну на каждом этапе принимаем некое решение. Ну, например, Марья Ивановна нам дает подсказку, чтобы в свое занятие вы вставили, ну, здесь две карточки, но на каждой есть выбор. Составить чек-лист по теме или составить конспект сумасшедшего, или составить, расставить реплики по порядку, или дополнить диалог своими репликами. И на каждом этапе в игре мы принимаем решение для нашего конкретного ученика, какое из заданий мы выбираем, и всегда размышляем, это задание будет для него удобным, комфортным, оно ему понравится, или это задание, которое заставит его выйти из зоны комфорта, но при этом рост возможен только тогда, когда он немного выходит из зоны комфорта. И вот так, проектируя занятие, мы через какое-то время составим сценарий. Вот у нас здесь, видите, химическая лаборатория продолжена, отпечаток пальца уже выявлен, и проектируя занятие, конечно, важно его попробовать. И внутри курса, и сейчас я всегда буду призывать вас к тому, что вот если сейчас идея родилась, то не храните ее, не ждите, когда можно будет попробовать. Не ждите, когда у вас получится огромный, большой сценарий, полноценный. Пробуйте тот кусочек, который родился сейчас, даже он украсит ваше занятие. Ну, а дальше можно продолжать, потому что вовлечение – процесс бесконечный. И, как вы понимаете, начинается он с интереса, с некого эмоционального такого отклика. И тогда появляется «хочу-могу». И вот именно здесь вы нужны, потому что я хочу, но до конца-то еще не могу, не знаю, как. А я, как педагог, как наставник, как куратор, знаю, как, и я веду за собой. Я показываю, как это можно сделать. Противовес мотивации, которая чаще всего все равно опирается к тому, что мы формируем эти внутренние установки, и внутренняя мотивация, которая гласит «надо», «должен», а вот «кому надо» и «зачем должен», часто, особенно до детей, не доходит, и оно не работает, потому что мир вокруг предлагает жизнь без усилий. И, конечно, все это освоить за сейчас, за почти час нереально, но внутри курса у нас с вами шесть вебинаров и две Zoom-игры. И там мы двигаемся постепенно, и на выходе у каждого есть свой сценарий. А вот чего зависит от вас? Кто-то ограничивается сценарием одного занятия, у кого-то это серия занятий, у кого-то целый полноценный курс. Здесь зависит и от вашего свободного времени, и от, так скажем, задач, которые у вас есть. Если вдруг занятие – это не ваш конек, то мы проектировать учимся и образовательные события. Вот, например, сейчас кто хочет, может, в чате, но у нас не так много времени, поэтому расскажу, какой путь прошли мы. Мы решили провести, например, хакатон для педагогов. И у нас летом была история педагогического путешествия, чуть позже покажу. А вот последнее наше мероприятие – та самая мафия. Мы начали со шляпы, события как шляпа. И через какое-то время ассоциации вывели нас на ту самую шляпу. Почему-то где-то в Италии, где-то в Сицилии. Но отвезти педагогов в Сицилию нам не удалось. Но атмосферный отель в Санкт-Петербурге мы нашли. И несмотря на пандемию, отправились туда с коллегами запускать генератор идей игр. Это была, конечно, авантюра. Но вот сейчас уже можно об этом говорить. Несмотря на пандемию, состоялась наша встреча. И стилизация некоторых наших программ внутри была под названием фильмов. Ну, конечно, «Однажды в Америке», которое было в самом начале, превратилось у нас в «Однажды в Санкт-Петербурге». Но вот это мероприятие, которое, к сожалению, полноценно не состоялось. Мы предполагали, что мы встретимся с питерской мафией, с людьми из образования, которые в Санкт-Петербурге придут к нам. Но вот так сложился тот вечер 5 ноября, что до нас добралась лишь одна девушка, которая включилась в наши игры, и мы вместе играли. Но задумано было, как встреча с несколькими гостями. И весь антураж, все, что можно было взять с собой, мы взяли с собой. Ну, вот я прям даже сейчас перевоплощусь, не знаю, увидите ли вы. Да, вот здесь у наших участников есть какие-нибудь небольшие элементы перевоплощения, да, вот для фотошоу, или вот такой пистолет у кого-то в руках, или вот карта, да. То есть вот весь этот антураж есть, но этот антураж добавляет нам настроение вот такого игрового, потому что когда мы меняем место, меняем пространство вокруг нас, нам гораздо легче меняться самим. Добавляя впечатление, мы создаем вот эту атмосферу для изменений. И несмотря на все трудности, за три дня, здесь даже октября у меня, а не ноября оказывается, у нас все участники, которые были на этой встрече, создали свои игры. Карты деньги два ствола, так назывался мастер-класс, на котором мы разбирали разные карточки. Ну и каждый участник получил свой большой курс. Это коробочка разработчика игры, в которой есть вдохновляющие мелочи, позволяющие каждый раз видеть что-то новое для своего сценария. Ну и так называемый часовой механизм. Мы запечатали письма, и эти письма можно будет скрыть только после того, как получишь реальный отзыв о создании своей игры. Конечно, за три дня идеи родились, но дальше участники продолжат в онлайн-мастерской «Вкус игры» работать над своими сценариями. Ну, а я расскажу на примере «Мафии», при чем здесь дизайн впечатлений и как он здесь работает. Конечно, для того, чтобы полноценно наш сценарий сработал, нам нужны самые важные элементы впечатления, и о них мы тоже будем говорить в курсе по технологиям новолечения. Прежде всего, ожидание, предвкушение – то, что происходит до нашего занятия. Ну, например, те же самые афиши. Если мы придумали интересное название, почему бы заранее это название не разместить в расписании уроков занятий, куда-то в чат, в социальные сети? Ведь само название «Интригующее» заставляет ждать уже вашу встречу. Конечно, впечатление мы проектируем и во время участия. Мы, например, очень любим выгуливать наши сценарии. Мы в Карелии выгуливали сценарии в поход на гору, на Рысью гору. В Санкт-Петербурге мы, конечно, выгуливали сценарии по Санкт-Петербургу и искали в названиях улиц, в афишах, в тех вещах, которые мы встречали вокруг, идеи для своих игр. Ну и самое важное, что мы закладываем тоже в проектирование сценария, это то самое послевкусие. А что участники увезут с собой, чтобы это не было разовым таким мероприятием, а чтобы хотелось возвращаться к этим воспоминаниям. И воспоминания были насыщены не только было здорово, а чтобы было что-то еще внутри. И вот здесь четыре карты из игры, которая так и называется «Фабрика впечатлений», в которой те четыре закона, по которым они формируются, есть. В любом впечатлении у нас есть элемент развлечения. Ну, я совсем коротко, да? Элемент обучения. Есть какой-то формат ухода от реальности. Ну, вот у нас наша мафия или наше педагогическое путешествие это тоже формат ухода от реальности. Мы как будто бы играем в это, несмотря на то, что мы занимаемся тем, что нужно нам, но антураж, атмосфера добавляют нам, или атмосфера лаборатории добавляют нам тех самых впечатлений. Ну, и, конечно, элемент эстетики. Должно быть то необычное и то красивое, что хочется запомнить. Как это было? Вот Карелия, например. Вот так выглядело наше обещание и наша реклама. Мы нашли в интернете тот самый ретро-поезд под названием «Русский альский экспресс» и поняли, что мы хотим на нем прокатиться, увидев просто эти фотографии. И прокатиться не куда-либо, а в «Русский алу». Это такие мраморные каньоны. Но не остановиться на этом, а продолжить наше педагогическое путешествие. Мы выбрали отель, который стоит на берегу метеоритного озера. И вот сразу возможность прикоснуться, искупаться в метеоритном озере, которому 700 миллионов лет, я все время путаю, или 600-700 миллионов лет, там приземлился метеорит, и, соответственно, образовалось это озеро. Для меня это совершенно невероятные какие-то даты, и поэтому я всегда их путаю. И мы собрались туда с коллегами и отправились в педагогическое путешествие. И это тот случай, когда наше проектирование и наши ожидания внутри совпали, и я бы сказала, что в реальности получилось даже лучше, чем на картинках. Ну, вот здесь наши участники, как раз тот самый поход на Рысью гору, когда мы выгуливали наш сценарий вместе, чтобы отвлечься от бумаг и от придумывания, отправились туда. Мы вместе готовили калитки и думали, как рецепт приготовления блюда может помочь нам в проектировании нашего сценария. Ну, конечно, были все наши игры, которые позволяют проектировать сценарий. И вот здесь как раз на фотографии наш мультимедийный бариста, который будет в нашем курсе. Здесь есть инструмент-структуратор, который тоже мы любим использовать для презентации. И красивая наша игра «Эффект красной розы», о ней чуть позже еще скажем. Ну, и у нас были всевозможные мастер-классы, в том числе вот здесь участники запечатывают тем самым сургучом и печатью послания себе. Ну, кто-то себе, а кто-то своим ученикам делал такие секреты. Все виды впечатлений мы старались задействовать. И я вам пока только покажу вот эту пирамиду с разными типами впечатлений. В курсе мы, конечно, об этом говорим поподробнее. Если хотите сами погрузиться в эту типологию впечатлений, то рекомендую вам книгу, которая так и называется «Дизайн впечатлений». И чаще всего мы при проектировании останавливаемся на третьем уровне. Ну, понятно, что обыденные впечатления, то, что срабатывает на автопилоте, особо проектировать и не нужно. Осознанные впечатления, когда какие-то усилия нам нужны, чтобы это запомнить, мы уже можем проектировать. Запоминающие все впечатления, те, которые связаны с эмоциями, мы, как правило, и проектируем, но на эмоциях мы не можем останавливаться. Нам нужно делать так, чтобы эмоции превращали эти впечатления в значимые, чтобы человек запоминал это не просто, потому что мы красиво в небо отпустили шарики, а чтобы с этими шариками был связан какой-то смысл. И вот здесь, конечно, уже более такие сложные варианты, как эти впечатления сделать, потому что на каждом следующем уровне, ну, как по закону горы, да, чем выше поднимаемся, тем сильнее можно упасть, да, и поэтому здесь от проектировщика зависит и успех, и неудача в случае, если что-то пойдет не так. Важно соблюдать определенные условия. Ну, и вершины, те самые преобразующие впечатления, когда после участия на вашем занятии или в вашем курсе люди говорят, что я по-другому стал что-то конкретное делать. Вот очень часто после игр нам участники говорят, что теперь я именно так буду проектировать свои занятия. Но, конечно, одного раза мало для того, чтобы приобрести именно преобразующие впечатления. Ну, для любителей пирамид можно сравнить ту пирамиду с пирамидой потребностей Москвы, которая вам известна, и найти какие-то точки соприкосновения. Это тема отдельного исследования, не буду сейчас здесь зависать. Ну, а нам важно всегда помнить, что эта магия, она есть внутри каждого из нас, и запустить эту магию иногда бывает очень-очень просто. Резюмируя, повторю. Например, мы используем всегда силу ассоциаций. И вот при проектировании курса мы тоже достаем такую карточку, вынимаем курс как фаршированный гусь, и я снова прошу наш чат проснуться. Итак, что появится в вашем курсе, если нам надо, чтобы он напоминал фаршированного гуся? Так, что будет там? Так, пишите, пожалуйста, в чат. А я напоминаю, основные способы работы с ассоциациями. Мы начинаем просто с ассоциаций, затем думаем про атмосферу, про реквизит, которые помогут нам наполнить курс, занятия, кабинет, в котором мы работаем, и создать ту самую атмосферу. Затем мы чаще всего думаем, а как упаковать задания, чтобы они чем-то напоминали вот эту нашу концепцию или метафору курса, как вам удобно. И слышу, что уже тогда что-то начали писать. И после этого как раз проектируем то, что должно быть до предвкушения, и то, что должно быть после, послевкусия. Ну что, там чат оживился? Да, потихонечку оживаем. Появилось у нас вот что. У нас появились яблоки, у нас появились приправы, у нас появилось интересное содержание. Может быть, интрига, чем же начинён гусь. Аппетитный запах, разнообразие методов и приёмов. Это я не знаю, наверное, к чему-то другому было. Нет, почему? Это как раз ощущение фарша, да? Фарш – это вот то самое разнообразие, а выбирай сам. Ага. Большой запахи. Румяная корочка. О, да, я присоединяюсь. Чувствую, что время к обеду и всех проснулся аппетит. Да, хрустящая и румяная корочка. Доступность ингредиентов. Ну что, спасибо огромное тем, кто нас поддерживает в чате. Уверена, что, да, вот даже такое буквально двухминутная разминка уже какие-то идеи подарила, которые можно использовать. Возможно, вы не будете так экстремально создавать прям весь курс, как фаршированного гуся, не будете так преподносить его вашим ученикам, но что-то из фаршированного гуся точно может попасть на ваши занятия или на стол к вашим ученикам в курсе. И здесь тоже, конечно, можно разные-разные форматы использовать. Ну а я еще несколькими кейсами поделюсь, прежде чем отвечать на ваши вопросы и возвращаться к вам. Еще один кейс – это мы участвовали летом в проектирование конкурса игры «Рыбаков фонда». И проектирование было построено в стиле боха. Видите, все участники сидят на таком мягком ковре, на подушечках, на всевозможных шкурах. И вместо столов такие вот ящики, которые обычно используются для погрузки чего-либо. Вот в такой атмосфере участники придумывали игру, которая сейчас проходит. Это серия марафонов для школ, для школьных коллективов, для школьных сообществ. И вот это еще одно доказательство того, что если мы хотим придумать что-то креативное, прежде всего нам нужно изменить атмосферу, в которой это творчество происходит. Потому что школьные парты или там привычные лекционные залы или привычные строгие презентации в ваших курсах, они всегда настраивают на определенный лад. Увидев, ну, стандартный слайд, где все правильно, где нет никаких, так скажем, ошибок или чего-то привлекающего внимания на слайде, наш мозг настраивается на то, что будет такое стандартное занятие, где я должен слушать, преподаватель будет вещать, я буду отвечать на вопросы, да, то есть некие правила игры задаются самим стилем подачи информации. Поэтому если вы хотите добавить креатива, то добавляйте его везде. Пусть это будут маленькие элементы, да, ну, например, появятся афиши к вашему занятию. И это уже вызовет интерес у участников. Ну, а дальше вы сами понимаете, если вызвали интерес, надо его оправдать, значит, и внутри что-то такое должно необычное появиться. Пусть это не будут все полтора часа необычного занятия, но хотя бы чуть-чуть, хотя бы где-то. И проектируя любые сценарии, мы не превращаем все вокруг нас в игру. Это, ну, не наша задача. Мы добавляем элементы игры, элементы вот такого путешествия, да, некого, в то, что делаем мы. Еще один кейс позволю себе рассказать. Это прошлый год, прошлое лето, лето 2020, позапрошлое уже получается. И участники, с которыми мы работали, мы традиционно летом получали награду. Мы разрешали, ну, как бы отбирали самых лучших и отправлялись с ними в реальное путешествие, либо там на море, либо на Байкал, либо на озеро Тургаяк, либо в Хакасию, в какое-то такое место, где сама атмосфера заставляет творить и добавляет тех самых впечатлений. Но вот этим ребятам не повезло. И вместо того, чтобы отправиться в реальное путешествие, им сказали, у вас две недели в компьютере онлайн занятий. И понимаете, да, ощущение ребенка, который планировал поехать куда-то в интересное место, а ему говорят, будешь вместо этого летом сидеть у компьютера. Ну, и задача для нас, как для проектировщиков, тоже была непростая, потому что нам нужно создать такую атмосферу, чтобы ребятам летом не хотелось бежать постоянно с друзьями на прогулке, а хотелось выполнять наши задания. Ну, и мы придумали онлайн-регату. Мы назвали ее «Регата Паруса». И в течение двух недель ребята путешествовали в разные места. Каждый день они оказывались в каком-то необычном месте. Вот это один из дней. Яхта готова к старту около острова Лабиринтов, например. Ну, вы поняли, что Лабиринт – одна из любимых наших тем. И каждый день ребята получали определенные задания. Но чтобы вот сохранялась такая динамика, мы выстроили эту регату в таких двух режимах. Один день режим назывался у нас «Берег». Ну, если кто-то знает реальную регату, то корабли прибывают к берегу, и некий отдых, запас прочности, запас сил пополняют ресурсы. И наши ребята тоже прибывали к берегу. Это был такой день встреч с интересными людьми в онлайн, день каких-то активностей, которые придумывали сами ребята, какие-то вечеринки клубные, да, были у нас квесты, путешествия там по городам, в которых ребята живут. Ну, такой достаточно легкий формат, не требующий постоянного включения и дающий возможность расслабиться. На следующий же день начиналась та самая гонка. Здесь мы не вмешивались, у нас все задания были размещены на платформе, и участники получали задания и на команду, и индивидуальные по ролям, и должны были в течение определенного времени выполнить эти задания. Но задания размещались в формате «Шведский стол». Это еще один формат, который мы любим. То есть есть заданий, например, 15, но обязательно команда должна выполнить сегодня три задания. То есть выбрать из предложенных заданий те, которые интереснее всего выполнять в команде. Но эффект был такой, что команды не выполняли минимальное количество заданий, а практически все яхты выполняли абсолютно все задания. Настолько вот азарт и желание соревноваться друг с другом и делиться успехами захватили всех участников, что вот фактически круглосуточно они спрашивали, а когда будут новые задания, а когда вы разместите следующие задания. Для формата рефлексии во время яхты мы придумали вариант дневник яхты, дали портовой журнал яхты, ну то есть вот такие какие-то форматы. И каждая команда могла выбрать от имени кого они ведут свой дневник. Ну вот здесь у меня страничка из дневника, которую вел капитан яхты, такой бывалый мореплаватель, который писал о том, с какими трудностями сталкивалась их яхта. Причем трудности были из реальной жизни. Команды работали над социальными проектами, но описано это языком именно таким морским. И вот все встречи, все, что происходило в течение дня, все открытия, которые делала команда, все они фиксировались в этом журнале бортовом или в дневнике наблюдений. И здесь тоже был креатив. Ну то есть первые два-три дня мы задавали некий формат, что там фиксировать, там три открытия дня, самые те сложности, с которыми вы столкнулись, те интересные находки, которые вам удалось найти в течение дня. То есть подсказывали, что именно фиксировать. Но постепенно у каждой команды появился свой стиль, и команды стали все интереснее и интереснее писать. И мы уже не ограничивали их. Три открытия, пять открытий или что-то еще. Они писали сами. Были варианты, когда этот дневник делали в виде видеоинтервью. Например, был вариант, когда под реальные фильмы ребята придумывали свою озвучку, связанную с тем, что происходило с ними. Был дневник попугая Кеши, когда глазами попугая описывали все, что происходило с яхтой. То есть это вот отдельный такой креативный формат, который мы запускали изначально, как просто рефлексия, которая необходима, потому что у нас было 17 яхт, и понятно, что такую детальную обратную связь каждому из ребят мы не могли дать полноценную. Что-то делала система, где-то система давала эту обратную связь. Где-то яхты получали поддержку друг друга. Ну а все, что происходило, мы узнавали из этого дневника, который внимательно изучали каждый день. Ну и всевозможные такие маленькие изюминки, маленькие фокусы, которые мы добавляли внутрь курса. Ну, во-первых, наши персонажи всегда были. Это такие же участники яхт, ну, онлайн-дригаты, да, со своих яхт, которые внутри на слайдах появлялись и делились своими впечатлениями. Ну, например, корабль-призрак. И было задание, ну, такое фактически для ребят начальной школы, хотя у нас были ребята 15+, когда мы из баночки от йогурта замораживали лед, замораживали там эту зубочистку, делали свой парус и следили, у кого корабль медленнее растает, да, и ребят просили снимать это на видео. И это тоже было настоящее шоу, да, получилось, что увлекательно и интересно было каждому из них. Или самое простое задание, когда мы попросили ребят сделать оригами кораблики, написать название своей яхты и пустить этот кораблик и попросить других участников сделать перепосты в социальных сетях, ну, чтобы такие корабли поплыли во все стороны. И вот такие простые задания в рамках нашего курса, они позволяют в тот момент, когда, ну, кто-то уже близок, не знаю, там, к выгоранию внутреннему или кто-то уже хочет все бросить, вдруг такое простое задание способно вернуть силы и заставить снова в курсе посмотреть, а что же там интересненького, что же я еще могу пропустить, если отвлекаюсь от заданий. То есть вот такие простые задания, ну, у нас еще головоломки бывают регулярно, еще какие-то вещи. То есть такие простые вещи, которые удерживают внимание и добавляют тех самых впечатлений. Иногда они не связаны с темой курса, то есть так косвенно связаны с темой курса. Например, изготовление оригами кораблика не всегда помогает понять социальное проектирование, но зато оно позволяет понять, как продвигать свой социальный проект, попросив, да, создав пост в социальных сетях и попросив участников поделиться этим постом, мы точно охваты этого поста увеличиваем. Да, поэтому такие косвенные связи, когда на первый взгляд кажется, что это не имеет никакого отношения к моему курсу, думайте, как эти выстроить связи. Ну, и еще буквально несколько кейсов. В рамках все той же онлайн-регаты в какой-то момент мы передаем раздеправление ребятам, то есть вечерние программы – это их собственный выбор. У нас был и поэтический вечер, и бардовская вечеринка. В один из дней на корабли напали пираты, и все оказались на пиратском острове, нужно было выбираться, выполняя задания с этого пиратского острова. Ну, а вот эту вечеринку ребята решили устроить сами, вечеринку в кавайском стиле. И, соответственно, все костюмы выбрали, на зум-встречу пришли в костюмах, и соответствующая музыка добавляла настроение. То есть такого рода встречи с выплеском энергии, они нужны в любом курсе, если он достаточно долгий, просто чтобы участники могли неформально общаться друг с другом. Думайте, это будет зум-вечеринка, это будет какая-то вечеринка живая, да, или в формате какого-то непринужденного общения, но это встречи, которую делают ваши участники сами, даже если это совсем маленькие дети. Еще идея. Татьяна Шилина в прошлом году сделала подготовку к ЕГЭ со вкусом, и, ну, казалось бы, такую интересную, да, обычную историю подготовки к ЕГЭ по обществознанию превратила в кулинарное шоу. И у участников появилась уже нарезка с терминами, ассорти аргументов, которые можно использовать для эссе, и конкретные авторские рецепты от Татьяны Шилиной, которые позволяют подготовиться к ЕГЭ с максимальным успехом. И предложение готовить блюда вместе. Ну, вот такой вариант. То есть если у нас есть определенное содержание, но мы меняем форму подачи информации, это всегда вызывает живой интерес и всегда позволяет участникам по-новому взглянуть на привычные вещи. Еще один кейс в прошлом году, весной, ну, у нас был такой онлайн-марафон, а поскольку мы работаем с ребятами из разных городов, то когда мы решили дать задание найти весну в моем городе, почувствовать ее вкус и запахи, то не во всех городах еще весна календарная наступила. Это задание в конце апреля, да, вот просто представляете. И ребята из Норильска показали нам весну вот такую. Вот этот замечательный юноша, он прошел по Норильску в футболке и шортах и везде демонстрировал свое ощущение весны, несмотря на многометровые сугробы и то, что в городе еще пока не ощущалось, как весна. То есть вот такие задания, которые тренируют насмотренность и которые объединяют всех участников. Во время онлайн-легаты подобное задание мы давали участникам «Сфотографируй небо в своем городе». Небо есть у каждого над головой, но когда участники своего рода флешмоб запускают, какое небо у тебя сегодня, а летом участники были не только в своих городах, кто-то онлайн присоединялся откуда-то с моря, кто-то был в своем городе, кто-то гостил у бабушки, у дедушки и так далее. И вот этот флешмоб «Небо в своем городе» тоже позволяет нам сблизить участников, увидеть, что у всех у нас есть небо, но оно немножечко разное, и в то же время почувствовать вот эту общность. То есть мы все разные, но есть вещи, которые объединяют каждого из нас. То есть вот такие небольшие задания, которые добавляют впечатлений в любое наше занятие, в любой наш курс, о них тоже можно смело думать. Ну и завершая нашу сегодняшнюю встречу, скажу, что в курсе у нас две обязательных игры. Ну какие из них обязательные, мы обычно выбираем с участниками, в зависимости от того, участвовали ли они в каких-то наших предыдущих программах, или впервые с нами. Но все эти игры о том, как проектировать вовлекающие сценарии. И участники в рамках курса участвуют в двух играх, а на остальные игры мы их приглашаем по желанию поиграть и спроектировать какие-то свои сценарии. Ну вот у нас один сценарий запланирован сейчас в курсе, это игра про Марью Ивановну, которая учит проектировать вовлекающие сценарии. И вторая игра, это мультимедийный бариста, игра Оксаны Силантьевой, которая позволяет находить форму подачи информации для своего курса. Но чаще всего в качестве подарочной игры мы еще добавляем игру «Эффект красной розы», которая позволяет как раз проектировать те самые впечатления, используя эффект красной розы. А если кто-то не знает, в чем секрет розы, то, конечно, главный секрет, что она умеет производить впечатление без слов, и нам есть чему у нее поучиться. Конечно, помимо первого впечатления, роза умеет и создавать препятствия, те самые шипы, и препятствия обязательно должны быть в любом нашем курсе и в любом нашем занятии. Ну а, кроме того, роза заставляет нас добавлять и элементы игры в наши курсы, и тот самый аромат, то самое заражение, и то самое послевкусие вроде тоже есть. И как эти секреты красной розы использовать при проектировании своих занятий, своих курсов, мы тоже на игре разбираем, и внутри курса, скорее всего, в нее тоже сыграем. Ну и завершаю. Весь наш цикл вовлечения так или иначе связан с действиями, призыв к действию, некая мотивация все равно формируется, когда человек начинает действовать. Ну и самое сложное, самое сложное у нас сегодня, это обратная связь. Та самая обратная связь, которая заставляет совершать следующее действие. И, конечно, цикл мотивации мы будем выстраивать для каждого из ваших занятий. Здесь у меня в презентации еще есть для вас некие идеи для заданий, которые можно предлагать в курсах, в тех самых впечатляющих или на каких-то вовлекающих занятиях. Есть ссылки на инструменты, которые я упоминала и которые мы очень любим. Некоторые упоминала, некоторые мы очень любим. Есть новая информация обо мне. И Александр Сергеевич, да, соавтор курса, тоже здесь. Ну и в целом, наверное, мы на этом завершим нашу презентацию. Я вернусь к вам. Наконец-то увижу чат. Сейчас попробую. Закрываю доступ. Возвращаюсь к вам. И несмотря на разные технические трудности, уверена, что мы с вами поработали сегодня активно. Спасибо вам. Я готова отвечать на ваши вопросы. Вижу. Значит, можно ли заказать книгу? Не знаю, про какую книгу идет речь. Все книги доступны, например, в магазине «Лабиринт», в магазине «Озон» и так далее. Дизайн впечатлений. Сейчас прям секунду покажу. Если нужно. Вот книга «Дизайн впечатлений». И авторы Роберт Росман и Мэтью Дюрден. Но, в принципе, если вы наберете «Дизайн впечатлений» книга, вы ее найдете. Чем она интересна? В ней реальные инструменты и шаблоны создания вот этих впечатлений. Не могу сказать, что она легкая и простая для чтения. Она заставляет о многом задуматься. Но в ней есть конкретные вещи, которые позволяют этот ландшафт впечатлений создавать. Есть та самая типология впечатлений, особенности каждой из них. Ну, мы ее любим. И как дизайнеры впечатлений в своих курсах, в своих мероприятиях, в своих событиях опираемся на законы этой книги тоже. Есть еще такая более классическая, я бы сказала, уже старинная, 12-го года книга, которая называется «Экономика впечатлений». Но вот там, мне кажется, фокус больше на продаже. Да, у нас все-таки не совсем с вами продажи, хотя определенные законы из этой книги мы тоже можем использовать. Так, жду еще ваших вопросов, коллеги. Спасибо, вижу, что интересно, вижу, что много свежих идей. Вижу знакомые лица. Александр Александрович, рада вас приветствовать. И еще раз с днем рождения. Да, я читаю чат, как много интересного я сегодня пропустила. Но надеюсь, что вы видели презентацию и так было комфортнее и удобнее всем нам. Спасибо вам. Ну и, пользуясь случаем, напоминаю, что такой большой содержательный курс у нас начнется 7 декабря. И если вы хотите проектировать свои сценарии и все эти принципы, с которыми я вас сегодня познакомила, впитать и использовать в своей практике постоянно, то тогда, конечно, нужен формат именно участия в курсе, потому что пошагово погружаться будем в каждый из этих этапов. Ну, а главное, что вы получите индивидуальную обратную связь, и каждый ваш сценарий будет доработан не только нами, да, вами, нами, совместной работой, но у нас будут еще и виртуальные приправы, с теми сервисами, о которых сегодня я не говорила, но ссылки на которые есть, будем знакомиться, будем учиться создавать афиши для своих уроков с помощью сервиса Компакт, будем создавать интерактивные задания с помощью нескольких сервисов. То есть это то, что добавит изюминок в ваши вовлекающие сценарии и в ваши курсы, независимо от того, онлайн они проходят или оффлайн. Поэтому это тоже есть. Да, а дизайн впечатлений действительно мощный тренд не только в образовании, он и вокруг нас, да, все кругом пытаются нас сейчас впечатлять, удивлять. Ну, прежде всего, это двигатель торговли, да, впечатление, но мы же понимаем, что если все вокруг наших учеников впечатляют, то мы на этом фоне выглядим достаточно однообразно и не даем того, что от нас тоже ждут. Ну, здесь есть две разные стороны. С одной стороны, да, с одной стороны мы можем выделяться, добавляя яркости, а с другой стороны, вот, например, наша педагогическая мафия, мы ее, наоборот, провели в черно-белом варианте, но если что, то у нас были для команд и вот такие, да, блокноты черным по белому, и здесь внутри, ну, сейчас даже покажу, хотя вы не прочитаете, у нас послания написанные, не очень видно, послания написанные секретными чернилами, которые читаются только с помощью вот такой ручки, и команды у нас каждый день во время мафии получали такие странички, да, секретные послания, и до сих пор продолжают получать их в нашем Инстаграме, поэтому, если кому-то интересно подпитываться идеями, наш Инстаграм Педбюро, можно подписаться, там постоянно, да, вот какие-то такие идеи есть, ну, и наш марафон Креативный вызов каждый четверг, сегодня еще пока не запустила, каждый четверг какую-то идею новую или новую ассоциацию мы туда размещаем, сегодня мы там будем дорабатывать ту самую идею, которую начали вы, лабораторию, запустим, лабораторию, если захотите написать свои идеи или почитать, что предложат другие участники, проектируя занятия как лаборатория, то вот там можно будет найти такую обратную связь дополнительно. Спасибо. Спасибо. Итак, приправы, изюминки для моего курса. Не совсем поняла, это вопрос или нет, Александр Александрович, все ваши предложения это приправы, изюминки для моего курса. Ну, конечно, но мы виртуальные приправы, виртуальными приправами называем все то, что можно, да, добавить, используя интернет-сервисы, да, ну, а изюминки, все приемы, которыми делились сегодня, можно брать и, используя принцип «кради как художник», применять в своих курсах, на своих занятиях, пожалуйста. Ну, иметь курс, если нет курса, тогда нужно занятия, да, начинать занятия, мероприятия, события, с того, что вы сейчас проектируете, потому что, конечно, лучше проектировать то, что востребовано, то, что сейчас, буквально там завтра, послезавтра вы будете проводить, потому что тогда все эти идеи можно достаточно быстро проверить на практике и увидеть, как это работает. Ну, что, коллеги, если больше нету вопросов, тогда будем завершать нашу сегодняшнюю встречу. Огромное спасибо Директ Академии, Павлу Калиникову и Татьяне Телегиной за предложения, с вами всегда интересно, у вас такая заинтересованная аудитория и всегда с удовольствием с ними работаем. Спасибо огромное. Тогда выхожу из эфира, Татьяна, правильно понимаю?